В холле конференц-зала Брестского облсполкома царит заметное оживление и волнение. Это вполне объяснимо. На внеочередной сессии Совета депутатов собравшимся будет представлен новый руководитель первого региона. И хотя многим Петр Пархомчик знаком по совместной работе, понятно, что задачи и цели будут поставлены новые. Открыл заседание Игорь Брилевич, председатель депутатского корпуса. После официальных процедур слово для выступления предоставили Дмитрию Крутому, главе администрации президента Беларуси. Александр Александрович, огромная школа производственная, с самых-самых низких должностей, до руководителя ведущих наших предприятий, Минского трактора, Номозавода и БелАЗа. Затем он был министром промышленности, заместительным премьер-министром. На последней должности его обязанности существенно порошенился, добавилась энергетика и ряд других отраслей, не связанных с Минпромом. О, промышленность в большом смысле этого слова. На его, скажем так, каденцию пришлись очень сложные события, связанные с санкциями, с серьезным санкционным давлением. Вы знаете, что сегодня практически половина отраслей нашей экономики находится либо под прямыми, либо, как их часто называют, вторичными санкциями. Это огромный вызов с учетом большого дельного веса промышленного комплекса в экономике нашей республики. Петр Саныч на первых порах два года назад фактически в круглосуточном режиме возглавлял работу соответствующего штаба по своим направлениям. И очень-очень достойно справился с этой колоссальной задачей. Также Дмитрий Крутой подчеркнул, что руководитель страны акцентировал, что Брестский регион – один из динамично развивающихся в Беларуси. Он занимает ведущее место по экспорту сельхозтоваров и продуктов питания. Но одновременно с этим Александр Лукашенко нацелил нового председателя Брестского облсполкома уделить более пристальное внимание промышленному комплексу. Невзирая на то, что Брещина дает нашему общему волоному внутреннему продукту примерно 9-10%, по продукции сельского хозяйства – это 20%, по промышленности – это 12%. И президент отметил сразу вот эту определенную диспропорциональность показателя. И поэтому одной из ключевых задач при назначении Петра Александровича было как раз обнимание промышленному комплексу. За три года выполнения текущей программы социально-экономического развития Беларуси Брещина по многим параметрам тоже вышла на первое место. И это высокая оценка. По региональному продукту вы сейчас на втором месте, это плюс 10 миллиардов рублей за три года. По инвестициям вообще на первом месте плюс 18% по продукции сельского хозяйства, но здесь традиционно, конечно, на первом месте плюс 10 пунктов. По доходам в бюджет выросли в 1,7 раза второе место. И по уровню заработных плат, по темпам роста заработных плат, находитесь на третьем месте в 1,6 раза. Положительная динамика сохранена и в первом полугодии текущего года. Предмет на глава администрации подошел к вопросу диверсификации рынков. Подчеркну, что и в этом направлении у Брещины достаточно хорошие показатели, но следует сделать упор на работу с Китаем. Говоря о промышленности, президент тоже попросил нескольких счетов. Это особенность Брещины тоже хорошо известна, что в структуре промышленности, конечно, доминирует сектор продуктов питания. Это фактически такой закольцованный цикл переработки сельского сырья. Здесь Брещина у нас на первом месте по продуктивности самых различных, и по удоям на корову, и по привесам различных видов мяса. Естественно, очень сильная переработка. Тоже первые места. И вот почему такая высокая доля? Потому что темпы роста сельхозперерабатывающих предприятий, ваших брендов, они гораздо выше, чем в других секторах экономики. Эта доля растет. И здесь Брещина по такой структуре промышленности тоже имеет очень серьезную республиканство. Возможно, ни у кого такой высокой доли сектора продуктов питания у нас больше нет. Решение избрать председателем Брестского облсполкома Петра Пархомчика единогласно поддержали депутаты областного совета депутатов. Дмитрий Крутой поздравил Петра Пархомчика со вступлением в должность, подчеркнув, что назначение на такой высокий пост – это своеобразный карт-бланк для руководителя. Петр Пархомчик уже поставил себе цели и определил задачи. Я представляю, что нужно сделать в ближайшее время. И я уже сказал, что те направления, которые были поручены президентом нашей страны, и в первую очередь это касается промышленного сектора Республики Беларусь. Но нельзя забывать, что завершается уборочная и каждый день потерянный. Вот сегодня это потерянный урожай. Поэтому, конечно же, будем заниматься вопросами сельского хозяйства, будем рискать новые точки роста, а именно новые точки роста как раз и находятся в промышленном секторе Республики Беларусь. Кое-какие уже договоренности достигнуты, и есть возможности создать хорошее предприятие в Баранжевском регионе, на заводе «Баранжевский завод автоматических линий». Поэтому задача буквально в короткие сроки, в пределах четырех, максимум пяти месяцев, создать рабочие места, завести необходимое оборудование, которое уже изготовлено в Китайской Народной Республике. Ну и в первых циклах следующего года приступить уже к производству холодильников, которые ждут наши потребители как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Напомню, что мы в преддверии уже очередного школьного периода, и, конечно же, здесь очень важно подготовить все учебные заведения. Ну, я вот просил руководителя района, чтобы они оказали содействие семьям, у которых много детей, может быть, в семьях, у которых есть определенные недостатки в подготовке детей. То есть привлечь бизнес для решения этой вопроса, чтобы каждый ребенок получил, скажем, максимум для того, чтобы начать новый учебный год. Работать предстоит много и всем вместе. Петр Пархомщик подчеркнул – время выбрало нас и добавил – никто, кроме нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова